Каждый год 6 мая Роман Терехов вместе с мамой приходит в Георгиевский храм. Мальчику посчастливилось родиться в День Святого Георгия. Храм моего покровителя. Большое событие. Родиться в такой день большая честь для меня. В это субботнее утро центральный городской храм собрал сотни верующих. Праздничную службу посетила глава Ленинского района Олег Хромов. Накануне Дня Победы все вместе православные помолились об усопших солдатах и о здравии ныне живущих ветеранов. Пожелать всем жителям Видновской земли с помощью Божией по молитвам святого великомученика Георгия, который вместе с святой великомученицей Екатериной, через которой освящен наш монастырь, находящийся тоже на Видновской земле, являются такими нашими небесными заступниками и покровителями всего Видновского края. Георгий Победоносец – наиболее почитаемый христианский святой. Он считается покровителем воинов. С ним связан один из символов победы и воинской славы – Георгиевская лента. Его именем названа почетная награда России – Орден Святого Георгия. Символично, что в День памяти великомученика 72 года назад был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. В завершении праздничной службы верующие прошли на Аллею Славы, чтобы в память о храбром великомученике Георгии и о подвиге дедов Великой Отечественной войне возложить цветы к вечному огню. Мы говорим о победе наших отцов и дедов, мы говорим о победе Георгия Победоносца, который все-таки, являясь покровителем, помог нам очистить и нашу страну, и весь мир от той коричневой чумы, которая могла просто поработить народы, превратить мир совершенно в другой. И я думаю, что и солнце было бы другое. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.